привет всем привет здравствуйте дорогие любители рок-музыки спасибо вам что смотрите вот эти вот мои высказывания если хотите поддержать эти высказывания материально то под каждым роликом есть информация как можно это сделать спасибо большое я пошел это шутка бластинка 2022 года который у меня лежит вот здесь стоит точнее closure continuation называется она покупаем 3 известная всем кто любит так называемый интеллектуальный рок группа я честно говоря не ожидал ничего не то чтобы интересно но ничего нового я не ожидал от этого альбома купила его довольно давно и к собственному удивлению слушал уже раз раз 14 наверное может быть 16 не знаю почему то четные числа вертится в голове так она меня потрясла хотя казалось бы ничто не предвещало поскольку покупаем 3 довольно много пластинок до этого я слышал кое-что у меня дома есть сольники стивена вылсона тоже мне в общем знакомая достаточно и некоторые нравятся некоторые не нравятся так же как пластинки покупаем 3 я не могу сказать что я фанат прямо всего творчества этой группы но то что нравится нравится сильно история моя знак история моя началась в отношении история моего знакомства с портал пан 3 началась в далекие 90-е годы когда я первый раз приехал в америку и познакомился с моим теперешним другом уже саши цалихи нам владельцем компании trail records который мне кстати прислал замечательную пластинку недавно вот такой радой терновник выпущенная им в америке я про нее расскажу чуть попозже он еще много интересного прислал причем интересного в смысле русских групп группа из екатеринбурга польская радио ван называется она тоже про нее расскажу обязательно так вот едем мы в машине играет какая-то удивительная музыка я спрошу что это такое саша горит это percupine 3 и саша является одним из самых преданных фанатов нам самых при но фанат это не хорошее слово самых преданных поклонников и любителей музыки percupine 3 стивена вылсона только что вышел кстати бутлок percupine 3 на обложке которого размещена фотография сделанная сашей цалихиным бутлок ограниченным тиражом вышел в размере трех в количестве 300 экземпляров так что если кому-то повезет можно его найти но я вот об этом альбоме closure continuation называется он 2022 год и я думал что ну будет такой же percupine 3 к которому мы все привыкли а может быть даже не такой хотя там можно три периода наверное выдели выделить в творчестве percupine 3 и вилсона это такой психоделический трансэмбиент период потом ближе к классическому так называемому арт-року и металлические уже такие последние три альбома с отсылками группе опят и сотрудничество вилсона скопит частности несколько альбомов опят продюсировал wilson что сказалось на его сольном творчестве безусловно и на сольному и на музыке percupine 3 это все у меня есть мне кстати вот эти металлические альбомы нравятся даже больше чем ранние и средний период но вот я думал что же будет ну будет что-то такое в стиле сольного вилсона а оказалось ну я здесь высказываю только свое собственное мнение я уверен что большинство наверное со мной не согласится слушателей зрителей и почитателей percupine 3 оказалось что это пластинка она больше всего похожа на музыку сыгранную группой в отличие от всего остального творчества percupine 3 которая которая мне кажется больше напоминает все-таки сольной работой вилсона wilson там преобладает везде в percupine 3 во всех пластинках этой группы он преобладает ощущение такое что это у wilson плюс группа очень хорошая очень крутая очень мощные музыканты но личность как-то так вот выпирает она привет вперед чего не скажешь о некоторых его сольниках потому что некоторые его сольники звучат как раз как современная группа дженесис там например да как прогрессивная группа такой вот парадокс а вот этот альбом это настоящая рок-группа это такое такое ощущение прямо вот настоящего бэнда это не сольник уилсона это не не то что вот пришел вилсон всем раздал ноты всем раздал партии и все стали играть в студии а вилсон командует как это звучит ничего похожего звук и ощущение полноценной группы и я не говорю уже а собственно песнях каждый из которых меня перешибла прошибла и перевернула вообще представление о группе percupine 3 так это хорошо так это здорово такая мелодика появилась но надо сказать у вилсон много-много лет работал над ремонтированием альбомов к классического прогрессивного урока семидесятых восьмидесятых и является наверное лучшим специалистом по прогрессивному уроку в мире как я предполагаю потому что не просто все это дело слушал он все это дело пропускал через себя пересводил перри перемы перемастерил и погружен в это дело полностью начиная собственно с молодых ногтей что называется он он все это знает не так как мы с вами слушая да а все знает это изнутри все это переиграл проиграл пережил прожил но в этом смысле я могу сравнить с музыкантами группе в группы the flower kings которые тоже засели в прогрессивном уроке семидесятых восьмидесятых и играют прекрасно играют ту же самую музыку только на современный лад но здесь мелодика даже песен структура петина мелодика она очень отличается как мне кажется как я слышу от всего что было раньше сделано уилсоном в порку пайн 3 и я не могу назвать это поп песнями потому что это сложные интеллектуальные действительно если говорить о интеллектуальной музыке то это в чистом виде интеллектуальная музыка и так просто с наскоку человек который никогда не не слышал кинг римсон например он так немножко будет озадачен услышанным но настолько гармонично здесь все настолько широко настолько широкие мелодии гармоничные прекрасные и абсолютно классические классические в смысле том как классический как каковыми являются классические мелодии битлз например вот это легкость просто просто какой-то вивальди и моцарт одновременно вместе с бахом и генделем потому что все таки довольно медленно и увесист все здесь звучит при этом прозрачно и легко вот так вот и но это не поп музыка конечно но она как и битлз вот единственный параллель я могу провести по красоте битлз как создатели красоты в музыке современной а вот этот альбом у вилсон и гэвин харрисон и ричард барбиери как продолжатели это конечно не 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 такая музыка как the beatles это все таки интеллектуальный сложный рок но легкость мелодическая красота гармония так с такой силы так такой проникновенности такой мощи что я уже повторюсь а раз в раз 14 16 пластинку слушал она великолепно по всем статьям записывали ее два года то есть работали над песни в течение двух лет ничто на музыкантами не давлело не продюсеры не не звукозаписывающие звукоиздающие компании свое удовольствие творили сочиняли эти песни гэвин харрисон как музыкальный руководитель группы king crimson нынешнего состава выступил здесь по полной программе я замечу не роберт фриб да а гэвин харрисон который осуществляет работу над всем музыкально над всей палитры музыкальной а фриб он сочиняет творит играет контролирует все как настоящий начальник вот гэвин харрисон здесь сыграл на ударных и написал кстати говоря и музыку и аранжировал фантастически совершенно фантастическим образом начиная с первой песни харридан где уилсон играет на бас-гитаре с лэпом сначала такое зажигательное вступление фанковая потом вступает уже гэвин харрисон и барбиере с чудесными своими клавишами и только вот эта одна песня харридан она длинная достаточно вот она сразу покупает что называется меня вас кого угодно и эту песню можно ставить на репит если у вас эти электронные средства прослушивания музыки или переставлять иглу и слушать ее несколько раз подряд она настолько сложная интересная неожиданная с кучей поворотов со сменой динамики мелодичная агрессивная и нежная все в ней есть его одна эта песня стоит того чтобы купить весь этот альбом и кажется что все ну вот отлично дальше уже дальше уже послушаем просто но дальше начинается of the new day вот уж неожиданность так неожиданность как бы баллада как бы медленная песня красоты такой вот приближение к битлз по мелодике настолько она здесь вам и леннон здесь вам и харрисон здесь вам и все 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 и так так неожиданно вилсон нельзя сказать что он не писал раньше красивых мелодий писал но они были очень такие по-своему концептуальны они были такие внутренние внутренние истории вилсона а здесь посыл на слушателя широкая льющаяся мелодия красота в середине конечно же тяжелый рок мы вспомнили в прочтении покупаем три тяжелые гитарные штуки со сложным размером харрисон играет на барабанах невероятно любой dream theater с завистью будет смотреть все музыканты dream theater будут с завистью смотреть на и слушать как это все сыграно и заканчивается все равно все хорошо красиво мелодично удивительная удивительная вещь reds return на второй стороне первая вещь адские рифы адские рифы гитарные вспоминаем группу led zeppelin как будто как будто группа led zeppelin играла не 50 лет назад от 1000 лет назад вот тысячу лет назад играла группа led zeppelin прошло десять веков и мы вспомнили эту музыку и сыграли ее папа другому сложные зак закрученные ломаные рифы и уход в психоделические вот эти клавиши барбиере в барабаны харрисона в ломовой бас на котором играет уже стивил стивен вилсон как и на гитаре и пространство с бэк-вокалом который где-то висит сзади далеко в тумане над горами за горами за горизонтом оттуда доносится вот этот бэк-вокал который всю картину склеивает так цементирует все это прозрачно как как какие-то такие перистые облака а под этими перистыми облаками играет рок-группа покупаем 3 и dignity последняя вещь на второй стороне достоинство благородство достоинство dignity собственно с название горит само за себя после вот этого разгула reds return опять лирическое начало опять развитие громоподобные такие гитарные построения и в конце прекрасная гитарная соло где вспоминается джордж харрисон арпеджио харрисона something что-то такое что-то вот туда и одноголосая гитара и красота просто солнце встало и не заходит не уходит никогда и не уйдет вот такая вот песня херд коллен еще одна чудесная вещь с жгучими гитарными аккордами такими разрезающими но очень красивая очень мощно и она такая как сказать вспоминается и gentle giant вспоминается и genesis вспоминается и джатратал все здесь но никакого плагиата все только вспоминается все наследие прогрессивного рока 70-х годов расцвета этого течения все она сразу вспоминается и обновляется стряхивается пыль с него и все это звучит абсолютно современно и понятно что как говорят многие ой прогрессивный рок надоел это все одно и то же ля-ля-ля перепевки старого ничего подобного никаких перепевок старого все очень новое все очень светлая vogue the plank очень хорошая пьеса и на четвертой стороне на всю сторону химмерс рэк вот можно собственно говоря взять первую песню и последнюю послушать их понять что это гениально все вот в этой песне химмерс рэк там еще такие такие напевы в середине в очень сложной структуре вдруг такие поп мелодия проскакивает очень здорово гениально и так записано так сведено такой звук работа над звуком невероятная у покупаем 3 всегда это было все 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 на месте все в порядке но здесь они превзошли себя я лучше лучшего звука я в 2002 году по крайней мере не слышал в общем это на мой взгляд это шедевр и одна из лучших пластинок 2002 года вне зависимость вне зависимости от стилевых предпочтений от каких-то своих настроений это мне так кажется что это очень хорошо пошел пить вот и все